Всем привет! Меня зовут Вадим Лобов. Кто-то знает меня как Майфи. Сегодня мы прямо с производства ведем почти прямой репортаж о том как собирать коробку для Gloomhaven. Мы попробовали вот такую черненькую сделать, а сейчас мы с вами вместе соберем вишневую. У вас будет клей вот такой замечательный фирменный клей от Майфи. Так, ну что ж, вот такие вот у нас детали. Всякие разные будут. Вот такая вот стопка деталей. Значит мы сразу с вами отделим то, что нам понадобится на крышку. Это понадобится на крышку, отложим. Это понадобится для того, чтобы украшать нашу коробку, отложим. Так, вот это вот боковые стенки нашего сундука. Его мы сразу извлечем. Эти боковые стеночки заберем из листа. Это нам сейчас понадобится украшандры потом. Это еще у нас боковые стенки. Это тоже отложим. Это для крышки. Это еще украшандры. Снова отложим. Это опять боковые стенки. Это снова боковые стенки. Это крышка. И сейчас покажу дно. Ну вот такое, ну как бы для дна. Сейчас нам кажется, что для дна можно использовать МДФ попроще. Мы сейчас попробуем, подумаем, если надо будет его заменить на ламинированный МДФ, иначе заменим. Итак, крышку пока тоже откладываем. Дно у нас оденется уже на собранный каркас. Вот смотрите, здесь, обратите внимание, здесь снят ламинат. Это для того, чтобы наши украшательства приклеивались хорошо. Начнем с дна. Я не знаю, вы можете клеить как хотите, но мне удобно именно так, как я сейчас буду показывать. Я так привык, так и буду делать. Я сначала составляю все это, беру клей, промазываю жидкий. Ну вот, нормально. Вот так. и вот так теперь я всю эту конструкцию ставлю проверяю надежность сопоставления беру дно и также промазываю здесь промазывайте дно надежно потому что от того насколько надежно оно вклеено будет зависеть не разберется ли оно у вас под тяжестью игры лучше потом удалить тряпочкой лишний клей чем собирать компоненты с пола я так считаю поворачиваем и одеваем на штуки и так вот получилось у нас внешний короб остов его собран убираю лишний клей все вроде бы все вот как лишнего клей выдавилась и это хорошо что он был лишний лучше мы уберем чем нам не хватит сцепляющей силы ну убирать конечно клей лучше свежим потому что потом его тоже можно убрать но это будет сложнее так ну в принципе пока клей тут достаточно свежий можно сразу и украшандры налепить чтобы вы поняли как это делается смотрим у одной украшандры вот такой кончик а у другой вот такой составляться должно вот так вот это правильно соответственно это будет на углу промазываем именно там где снят ламинат ну и для уверенности можно добавить сюда так вот квадратным гнездовым сопоставляем надо чтобы вот здесь было ровненько все прижали чуть-чуть подержали этот клей обычно схватывает намертво повторяем процедуру здесь и тут зубы зубы шипы в шипы немножко с клеем переборщил не делайте так это будет трудно убрать мы конечно уберем и со временем он будет не белая прозрачный но все равно лучше так не делать вот это вот украшандра она держит место которое мы будем подцеплять пальцем добавляет сюда еще чуть-чуть прочности вот она вот так ну уже симпатичнее намного чем было проверяем да она значит это сюда а это сюда все ну короче повторив это восемь раз четыре раза на низы коробки и четыре раза на крышке от коробки получим вот такой в результате вид мы не будем сейчас это делать все на камеру это я сделаю без видео а мы с вами продолжим и соберем крышку какая близюка откуда она ладно потом спиртиком от отрем так не 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 а а а не а а а Я немножко держу, чтобы клей чуть-чуть схватился Когда клей схватится, я, представьте, смогу даже отпустить эти вертикальные стенки И они никуда не денутся Вот, я отпустил левую, и она стоит Потому что она уже вклеилась А теперь нам нужна верхняя крючка На верхней крышке никакой нагрузки не будет, но все равно Клеить так клеить Все равно промазываем нормально И то же самое одеваем на штырьки Но обратите внимание, здесь штырьки длинные Поэтому не старайтесь надеть сразу на всю высоту штырька Будет сложно Немножечко наживляем С одной стороны С другой стороны А дальше уже, когда везде наживилось Вот дальше запускаем До самого низа И вот как раз был вопрос А что делать, если я не хочу портить свою коробку Картонную И не хочу никаких картинок в органайзер вклеивать Тогда останавливайтесь на этом Берите в руки нож И аккуратно срезайте все штырьки И у вас будет просто коробка с вот таким вот верхом Но если вы все-таки намерены сделать свою коробку красивой То продолжаем А продолжаем мы таким образом В следующем видео я покажу Как с помощью вот этого вот лекала Вырезать из картонной коробки Необходимого размера картинку из крышки Но на словах могу и сейчас объяснить Сегодня мы будем с вами Вставлять оригинальный арт из коробки В крышку нашего сундука Для этого нам понадобится вот такой шаблон Который идет в комплекте Прикладываем его к заранее вырезанной крышке Из оригинальной коробки Обычным детским фломастером Обводим вот таким образом Чтобы видеть Где мы будем коробку обрезать Далее При помощи вот такого ножа Или обычных ножниц Мы обрезаем эту коробку Для того чтобы получилась вот такая деталь Теперь Одеваем на штырьки Ту деталь По которой мы обрезали коробку Конечно же мы используем клей Я сейчас делаю это без клея Для ускорения процесса Вкладываем обрезанную деталь Тоже желательно на клей И сверху накрываем Рамкой Из комплекта органайзера Тоже на клей Мы делаем без клея Чтобы было быстрее На видео Получается вот так А для особенных гурманов У нас есть акриловое стекло Которое плотно вставляется Вот в эту прорезь И придает еще больше эпичности Нашему сундуку Итак маленький секретик Для тех кто купил стекло Стекло вместе с этой деталью Я вам очень рекомендую Сразу собрать воедино И уже полную вот эту целую конструкцию Всю монтировать На верх крышки Как вставляется стекло Вот так вот по длинной стороне Его вставляем Вставлять надо Смело Оно достаточно туго Входит Со скрипом Вот слышите у меня скрипит все Дальше обжимаем Вот здесь обжимаем Обжимаем Тут обжимаем 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 До тех пор пока не придем Вот к этому углу И вот тут многие из вас Будут вставлять и скажут Оно не вставляется Оно больше чем надо Нет, оно не больше чем надо Просто оно списком вставляется Вот так вот немножечко Оттягиваете здесь И вставляете 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 Слышите скрип? Слышите скрип? Вот с таким вот Характерным скрипом Оно и должно вставляться Это нормально Тогда оно будет у вас Очень плотно сидеть Вот так С скрипом и с хрустом И вот эту вот Единую цельную конструкцию Вы уже и монтируете Наверх Вашей Крышки От сундука Ну вот И мы собрали Остов крышки Теперь немножко Украшандров Ну во-первых Уберем клей Который нам будет сейчас Мешать Ставить уголки Мешать Находим Нужные уголки Удаляем все Невывалившиеся элементы Так Это два одинаковых Это тоже два одинаковых Вот они И Соответственно Приклеиваем их Вот так Смотрите Они должны торчать Это нормально И здесь У вас Ламинат снят Не по всей форме Уголка Поэтому Когда будете Мазать здесь Начинаем Вот отсюда Ну просто Чтобы у вас Внутри коробки Не торчала Вниз Намазанная Часть Потом придется Этот клей Снимать Зачем это делать Если этого Можно избежать Вот такой уголок Немножко торчит Немножко торчит вниз Это правильно Так и должно быть За счет этого Торчащего Язычка Крышка не ездит И никуда не убегает Это не то Немножко торчит Немножко торчит вы можете промазывать и зубы тоже на самом деле это полезно тогда вот такого вот люфта не будет и замок вот он замок аккуратненько чтоб не сломать вот так я вот здесь забыл загравировать мдф у вас здесь будет тоже место для замка но у меня нет я вот забыл я заметил это когда уже нарезал в чертеже я уже это место поправил а на видео снимаем уже без этого замок тоже будет торчать вниз вот по эти очки поэтому ниже этих лепесточков не мажем ну у вас будет место куда наклеивать она будет видно у меня нет поэтому я на глаз все выровнял вроде бы все нормально и вот в результате получится нечто вот такое после того как вы наклеите все уголки бокс соберется вот так но у меня пока крышка ездит и что уголки не все вот такая вот штука сегодня мы будем с вами собирать органайзер для мрачной гавани локализованной версии вот такая вот стопень всякого вкусного придет вам скраут репаблик да и здесь будет много много акрила и очень много мдф акрил мы отложим в сторону сразу потому что мы сейчас им не будем заниматься это на попозже вот тут у нас каждый лист подписан вот 13 12 11 так далее все листы подписаны сейчас здесь 10 из 29 не верьте глазам своим на самом деле не 29 листов здесь значительно меньше просто у меня сейчас такая маркировка но главное нам сейчас смотреть на первую цифру она нам поможет берем всю эту стопень переворачиваем и идем с первого листа берем первый лист вот выглядит он вот таким образом здесь очень важно есть символ символ как видите не выкидывать называется и вообще когда вы будете собирать глумфа вон мрачную гавань вы ничего не должны выкидывать здесь абсолютно все практически все используется для органайзера первое что мы делаем это мы удаляем вот эти вот вот эти вот штуки с деталями выдавливаем и откладываем они нам понадобятся потом также поступаем с этой деталью вот с этой деталью вот эти все детали тоже сразу забираем в отличие от обычную системы сборки вот из при сборке мрачной гавани поступаем именно так как говорю сразу забираем все детали и откладываем сторонку вот здесь маркировки на зубах циферки и символы разные запоминаем какие символы с какими циферками куда откладываем что потом было легче найти получилась вот такая штука обычно мы такую штуку выкидываем в помойку но они в этот раз только не с мрачной гавани не выкидываем в помойку берем заранее собранную коробку у вас она будет немножечко другая у меня вот здесь этих выемок под пальца нет у меня старая модель и первый лист просто вкладываем просто вкладываем вниз для того чтобы у вас при склеивании стопки вот этих вот листов они не поехали друг относительно друга я рекомендую сразу вкладывать их в коробку коробки они никуда не ползут берем второй лист у меня вывалилась у вас не вывалится уже извлекаем это это сразу можно помочь потому что отсюда самые извлеклись вот эти детали у вас они не извлекутся и вот первый лист который мы промазываем клеем это лист номер два почему именно так вы поймете чуть позже когда мы все соберем вот так и соответственно поверх первого листа вставляем органайзер и вот он приклеился второй лист приклеился к первому едем дальше берем лист номер три также забираем оттуда детали и как и со вторым листом приклеиваем снизу промазываем и приклеиваем этот лист ко второму должно постепенно получаться вот так продолжаем так с листом номер четыре лист номер четыре вот такой так у нас выглядит листы на этом видео могут выглядеть немножечко иначе нежели те листы которые придут к вам вас не должно это смущать самое главное чтобы вы поняли логику сборки и ее этапы если у вас в листах какие-то детали будут немножко по-другому это ни на что не повлияет впервые маркировка на седьмом листе ушла с вот этого места сюда обратите на это внимание лист номер девять первый лист в котором рамка перестала быть полной перестала замыкаться снизу когда приклеим вот эти вот символы не выбрасывать не выбрасывать должны быть друг под другом это чтобы не перепутали чтобы вот так не приклеили неполную рамку вот так получается вот так вот Продолжение следует... И последний лист, это лист 13, обратите внимание, на нем не встречается символ не выбрасывать, но это не значит, что надо выбрасывать. Я думаю, что за 12 предыдущих листов вы уже поняли логику сборки и понимаете, что несмотря на то, что символа здесь нет, выкидывать в помойку это не нужно, это тоже нужная запчасть. Все свершилось, а теперь я, помните, говорил не промазывайте первый лист, потому что теперь все это нужно вынуть, а прежде чем вынуть, необходимо внутри в коробке прочертить карандашиком линии. Линии. Сейчас покажу где. Вот прямо вот поверх, поверх вот так пройтись и прочертить на стенке линии. Вот тот по всему периметру. Я немножко поторопился, достал прежде чем засохло. Вы дождитесь, пока схватится хорошо, и только потом доставайте уже вот эту склеенную целиком конструкцию. Зачем мы ее достали? Игра очень тяжелая, страшно тяжелая. И поэтому, чтобы вес игры не вырвал дно, мы сейчас вот эту всю конструкцию вклеим еще и по бокам. И она вклеенная. Будет усиливать дно многократно, и тогда ничего не произойдет с вашей игрой. А для этого, помните, мы линию прочертили? Для этого мы наносим клей на стенку, вот сюда. Достаточно густо, не жалея и ничего не боясь. Его все равно весь соберет вниз. Если где-то мазнули лишнего, ничего страшного, пальцем убрали и все. Все. Вот так вот густо промазали. Ну, а теперь можно и первый лист промазать. И теперь смотрим, где у нас толсто, а где тонко. Толсто здесь, а тонко здесь. Значит, вот так и вкладываем. Вот он пошел, пошел, пошел. Пошел и сел на место. Одновременно, вклеившись и дном, и боками. Вот тут вот, везде. Теперь, чтобы выдавить крышку наружу, это нужно делать только специально. Только желая навредить. Вот детальки, которые мы извлекли из первых листов. Сейчас, ориентируясь вот на эти вот обозначения. Видите, единичка в пятиугольнике. Мы разберем вот эти детали по видам и определим, к каким они изделиям принадлежат. Ну вот, как выяснилось, это совсем не сложно. У нас тут оказались детали с кружком. С номерами от четырех до шести. Четыре, пять, шесть. Откладываем. У нас тут оказалась одна деталь с кружком и крестиком. Седьмая. У нас оказалось огромное количество деталей в шестиграннике. Откладываем в сторону. И четыре изделия целиком. С них и начнем. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот это у нас получилось из тех деталей, которые мы вылобили в процессе сборки нижнего этажа органайзера для тайлов. Теперь у нас очень много деталей, маркированных как шестигранник. Помните вот эту вот деталь? В ней мы находим еще две детальки. В отдельном листе мы находим дно от нашей картотеки. Она маркирована тоже шестигранниками. Это как раз она у нас шестигранная и в листе с картотекой мы находим еще одну шестигранную деталь. Вот она. И вот в результате у нас монстрятник перед нами. Монстрятник значит мы знаем он промаркирован цифрами заключенными в шестигранник. Собираем монстрятник. Конструкция выглядит очень страшной. На самом деле ничего страшного в ней нет. Если вы соблюдаете маркировки и двигаетесь от наименьшего номера детали к большему, то у вас все получится. Мы с вами приклеили детали номер 1, 2 и 3. И мы видим номера 4, 5, 6, 7. Это длинные детали вот такие вот. И вот смотрим на номера. Номер 4, номер 5, номер 6 и номер 7. Вклеиваем по очереди четвертую сюда, пятую сюда, шестую сюда, седьмую вот сюда. Следующий номер по порядку у нас восьмой. Восьмой номер. Вот он. Сюда должна вклеиться длинная деталь. Длинную деталь с восьмым номером и рядом сразу с девятым мы находим вот в такой штуке. Это из одного из первых листов. Восьмая деталь в восьмое гнездо. Девятая деталь в девятое гнездо. Видите, я начал с длинных перегородок. И у меня сразу по серединке появилась вот такая ячейка. После девятой детали идет десятая. Вот сюда. Следом одиннадцатая, двенадцатая детали. Смотрим куда они. Одиннадцатая сюда, двенадцатая сюда. И двенадцатая сюда. Далее идут тринадцатая деталь. После тринадцатой детали идут четырнадцатые. и четырнадцатых. Вот тут несколько одинаковых. После четырнадцатых идут пятнадцатые. Ну вот. Видите, как просто. Ничего сложного в этом нет. Надо просто соблюдать порядок номеров. И все сложится. Теперь, чтобы уже окончательно разобраться с деталями, которые остались у нас из листов. Такие бесхозные. Мы найдем деталь с маркировкой круг цифра. Это холдер под жетоны. Это игровая жетонотека. Она располагается у нас вот в этом листе. Вместе с деталями от картотеки. Вот эти кружки. Чтобы вам было легче искать, это девятый лист. Дальше мы смотрим детали номер четыре и видим для них гнезда. Это много деталей поперечных. Вот их и извлекаем. Пятая деталь. Видите, она без прорези. Поэтому она особенная. Вот сюда идет. И последняя, шестая деталь установится вот так. Ну, дальше в свободном плавании продолжаем. Из листа номер восемь извлекаем детали для карт монстров и конвертов монстров. А также в листе номер семь находим вторую стенку от того же изделия. А это вот с одним зубом. Это перегородка. Все. Футляр готов. Теперь из листа номер тринадцать мы извлечем полностью наш спойлер бокс, который спойлер боксом станет с поролоном внутри. А пока это просто коробка для хранилища миниатюр персонажей. перегородка для хранилища миниатюр спойлер боксом. Готово. в листе номер 12 найдем еще одну картотеку но жетонотеку жетонотеку под жетоны местности вот сюда мы вставляем акриловые перегородки вот они эти перегородки извлекаем снимаем пленку с обеих сторон и вставляем вот я ободрал пленочки с каждой перегородки и теперь могу вставить с легким разумным усилием ну и на случай если где-то ваше усилие будет нелегкое неразумное у вас есть одна запасная перегородка вот так выглядит наша жетонотека теперь соберем самую большую часть органайзера это большую коробку под конверты запечатанные конверты персонажей это ее боковые стенки в листе 7 еще одна боковая стенка и перегородка которая будет отделять основной отдел вот отдела сохранения игры ну и прямо отдельный лист занимает у нас но и две боковые стенки вы узнаете их по вот этому вот пропилу и и и ну и перегородка так как площадь достаточно большая и коробка большая то я еще промазываю здесь хочу чтобы держалась крепче готова теперь нам предстоит с вами собрать картотеку под карты изделия очень сложная давайте будем внимательны и 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 это очень важное место здесь нужно быть аккуратным и сначала надломить мостики вот такими движениями пройтись столько раз сколько надо чтобы надежно освободить гребенку и так изделие сложное вот почему здесь достаточно сложно понять что куда ставить но вам поможет нумерация давайте посмотрим что у нас с маркировкой ну понятно сопоставление стенок бортов это все понятно смотрите деталь 5-6 находим деталь 6 и находим ее место 6 значит эта деталь будет вставлена вот так аналогичная деталь будет вставлена сюда вот она вот так деталь номер 5 ищем вот деталь номер 5 и мы помним что у нас цифры на зубах должны совпадать с цифрами на пазах то есть если 5 нарисовано здесь то и приходится должна в ту дырочку где нарисовано 5 то есть вот таким вот образом вместе эти перегородки вклеиваются вот так они так вставили что даже не выниматься не хотят но нет нам надо вас вынуть потому что вы не проклеены вот так вот получаются детали внутри картотеки давайте попробуем поставить их во первых мы их склеим вместе и пока они не сильно схватились еще можно скорректировать их положение друг относительно друг друга вклеим в дно картотеки вот здесь есть сложный момент средние зубы ни за что не захотят засовываться смазанные клеем поэтому мы этим зубам должны будем карандашиком или чем-то еще помочь найти свое место и пропихнуть их туда вот таким образом с легким-легким насилием вам не видно вот теперь вам видно но я вам покажу на 2 все надежно вклеили вставили убрали лишний клей теперь соберем еще 2 значит у нас такая же 6 она ближе к центру и 5 сейчас найдем вот пятая у меня кстати видите одна сломалась ничего страшного в этом нет абсолютно ерунда потому что после вклейки все встанет на место значит пятую склеиваем 6 так чтобы 6 было внутрь подготавливаем и тут и повторяем вот этот момент про который я говорил когда мы помогаем встать зубам на место с помощью карандаша или ножа наживляем крайне вот так видите она начала выгибаться это вообще нормально теперь мы берем нож или карандаш какой-то предмет и помогаем зубам встать на место и 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 туда-сюда 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 идем туда-обратно возвращаемся еще раз прижимаем еще раз еще раз еще раз и в результате все у нас становится удобнее всего конечно не на весу это делать я делаю на весу для того чтобы вам было видно удобнее всего положить на стол и вот так притаптывать на столе и тут притоптали поехали дальше теперь самое время собрать наружные стенки мы видим маркировка 1212 то есть деталь с номером один вот будет более такая кнутри мы называемая медиальная вот так а деталь номер два соответственно будет снаружи вот так вот так а и Продолжение следует... 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 для ну такой вот телотеки игровой который вынимается на стол состояниями отличаются они вот этими вот вот этими вот местами в одной шире у другой уже ну и куча куча стекол перегородок я вот до сих пор игру не даже не распаковал если честно как маленькие стеклашки вставляются как хотите в принципе или флажком налево или флажком направо символ будет читаться одинаково хорошо но я планировал флажком налево цифрки у меня в такой ориентации а буквы точно флажком налево сто процентов как вставлять вот смотрите там вот есть пазы вы когда собирали заметили вот тут пазы гребенка мы вводим перегородку потом ее вставляем так чтобы попала в оба паза и вот она никуда не девается не вываливается и свободно перемещает вынимаем соответственно при необходимости также аналогично поступаем с этими длинными длинными перегородками разделителями для карт так ну и каратенечко об особенностях органайзера которых я все время хотел рассказать но все время сбывал учитывая то что в локализации поле больше чем в оригинальной версии то вариант уложить его так как я везде показываю на видео с англоязычной версией не прокатывает поэтому поле мы кладем непосредственно сразу же на тайлы соответственно рядом у нас появляется замечает на место куда укладываются наши счетчики еще одна распространенная ошибочка при укладке почему-то почему-то бумажки вообще неважно подогласить почему-то вот этот планшет магии время пытаются положить куда-то сверху я предлагаю его класть сюда здесь отличное есть место он шикарно ложится никому не мешает и вы все равно будете да хотя бы вот до этого момента тайлы доставать любом случае потому что любая любой сценарий вас заставит достать больше чем один тайл но даже если вы достанете только один тайл вы тут же попадете он вам станет доступен поэтому поэтому он здесь значит наклеечки сюда более сюда в образовавшиеся замечательным образом местом укладываем счетчики хочу так красиво красная красному смотрится замечательно после этого а ничего собственно не изменилось после этого мы как обычно устанавливаем коробку с персонажами после этого мы устанавливаем нашу картотеку кстати ее очень удобно вот так доставать чрезвычайно удобно после этого мы устанавливаем нашу игровую тайлотеку пилотеку тоннами местности после этого бросаем сюда монстрятник на монстрятник сверху кладем наши миниатюры персонажей сюда кладем монеты и вот сюда кладем наш карман с монстрами обратите внимание в локализованной версии конверты для монстров не квадратные не пытайтесь сунуть их так вы всунете у вас получится но они слегка погнуться положите их боком и вот если их класть боком то они отлично ложатся но я положил конверты сюда монстры сюда вы можете положить по любому вам удобному принципу и даже правильно на разобрать обычных монстров сюда боссов сюда так и наверх после правил и буклета я предлагаю ставить наши коробки у меня три к сожалению я четвертую забыл в машине снимать надо уже сегодня поэтому у меня вот на видео 3 ставим четыре коробки в которых у нас хранятся миниатюры или потом в грядущем дополнение а если у вас нет ни миниатюр дополнение нет и вы не планируете ничего этого делать ему здесь отсюда их просто убрать они тогда вам тогда они не очень нужны но коробочки очень красивые и структурированные напоминаю у меня без перегородок у вас будут с перегородками их в принципе можно использовать для чего-то другого тогда наверное но я не мог не запланировать вам место предложив миниатюры для мрачной гавани было бы глупо предложить вам миниатюры от майфи которые невозможно разместить в органайзере от майфи ну на этом все играйте с удовольствием и выбирайте только лучшее